Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас, как я уже отмечал, совершенно необычный день, поскольку вечером, традиционно поздним вечером среды, мы будем ждать итоги двухдневного заседания американского регулятора. И снова повторяю, не устаю это делать, это не обычное заседание Федрезерва, это заседание, в ходе которого могут быть пересмотрены основные параметры денежно-кредитной политики. Безусловно, прежде всего нас интересует, что произойдет с процентной ставкой. И тут же есть ответ, мы знаем то, что ее повысят как минимум на 25 базисных пунктов. В этом никто не сомневается, не только мы, кто свято верит в рост доллара и делает на восстановление позиций этого актива уже давно ставку. В этом не сомневается никто. Я думаю, что сам Федрезерва нас заранее подготовил, потому что нам стоит рассчитывать именно на реализацию такого сценария. И аргументов против того, чтобы ФРС начал действовать сейчас, я думаю, что не найти, поскольку в целом, да, макроэкономическая картина по секторам рынок недвижимости, рынок труда, ситуация с экономическим ростом и с инфляцией, все эти компоненты, конечно же, создали все условия для того, чтобы начать нормализовать денежно-кредитную политику. Сколько угодно еще можно говорить об этом. Я предлагаю, друзья, уже непосредственно подготовиться к этому как должному, к реальности, дождаться сегодняшнего позднего вечера, ни в коем случае не покидать, собственно, расположение рынка. Обязательно следить за тем, что на нем будет происходить, потому что волатильность, она вот уже сейчас начнет распущиваться, как маховик. Это волатильность в преддверии реализации и исполнения задуманного всеми трейдерами, которые хотят увидеть роста американской валюты. Сразу забегая вперед, хочу отметить то, что после того, как ФРС поднимет процентную ставку и прольет свет на прогнозы по инфляции, опять же, по экономическому восстановлению, может быть, пересмотрит, опять же, взгляд и даст дополнительные комментарии по поводу сокращения баланса Центрального банка. Если с такой поддержкой, существенной поддержкой и на фоне отсутствия каких-либо геополитических катаклизмов, сейчас мы о них не говорим, потому что иена у нас особо сильно не растет, значит, нет причины, чтобы трейдеры уводили свои капиталы в защиту. Если после такого расклада мы увидим ослабление доллара, ну, друзья, даже не знаю, с чем это можно будет связать, но, конечно же, мы найдем причину. Возможно, вероятный, самый вероятный из них, это станет все-таки решение крупнейших игроков, затащить инструмент к тем уровням, которые считают более оправданным, с учетом позиций трейдеров, делающих ставку на покупку доллара. О рыночном аспекте трейдинга мы уже неоднократно с вами говорили, я очень часто возвращаюсь к нему, когда мы анализируем то, что происходит с парой евро-доллар, потому что здесь у нас есть индикатор даже в рамках собственных возможностей, а маркетс – это индикатор рыночных настроений Каймар, который показывает, где находится сейчас большинство трейдеров. Можете посмотреть на расстановку сил касательно пары доллара японская иена. И даже, несмотря, здесь я хочу сделать ремарку, обозначить исключения, которые хоть и доказывают правила, но тогда, когда на рынке есть такой стоящий фундамент, мощные ожидания того, что ставку повысит, думаю, что нужно торговать только в одном направлении – через рост американского доллара. Поэтому сегодня лично я буду рисковать и с текущих значений 110 иен против доллара уже стою в длинных позициях и рассчитываю на то, что пара доллара японская иена окажется гораздо выше даже отметки 112. Амбициозная цель? Ну, конечно же, амбициозная. Хотя у нас и события под стать в таком рае. Ну, ладно, вернемся мы еще к доллару. Давайте поговорим сначала о нашей традиционной излюбленной нефти, которая пока явно действует в конве тех ожиданий, которых мы придерживались. Нефть продолжает валиться, продолжает снижаться. Очередная торговая сессия вчерашняя обернулась с такими же очередными потерями. И снова закрытие дня на отрицательной территории. Класс вчерашнего дня 48.22. Сейчас мы видим то, что инструмент торгуется с небольшим повышением 48.29. И вчера я обратил ваше внимание на то, что мы на этой неделе имеем возможность переключить внимание не только на традиционную статистику по запасам, которая публикуется каждую неделю. Американский институт нефти и Министерство энергетики. У нас еще и на повестке очень важные обзоры, ежемесячные доклады, на которые стоит обращать внимание, потому что это та статистика, которая в целом указывает на глобальное предложение и позволяет нам сравнить и со спросом, и с тем, что происходит касательно избытка предложений, наличие вот этой основной проблемы, которую не удается решить даже из-за того, даже и невзирая на поддержку продления, опять же, энергетического факта на 9 месяцев до марта 2018 года. И, собственно, этой неделе в понедельник сразу же у нас под закрытие торговой сессии был отчет Администрации энергетической информации. Напоминаю вам то, что, согласно прогнозу этого ведомства, ожидается то, что производство сланцевой нефти в следующем месяце вырастет на 128 тысяч баррелей в сутки. Это много. Это значит то, что общая сланцевая добыча будет превышать уже 5,45 миллиона. Плюс ко всему, в этом месяце мы с вами настраиваемся на то, что рост сланцевой добычи тоже будет на довольно высоком значении, примерно 114 тысяч по приросту. И я снова возвращаю вас к прогнозу энергетической компании Rusted Energy. Мы о ней говорим вот последние 2-3 недели. Я думаю, что будем продолжать это делать, потому что, на мой взгляд, это как раз та самая компания, которая адекватно оценила то, что происходит на рынке сейчас. И верно, поставили ориентир, прогноз и цели в 10 миллионов по баррелей по добыче до конца, собственно, этого года. Помимо данных от администрации энергетической информации, вчера нашему вниманию был доступен еще и доклад ОПЕК по объему добычи в рамках стран ближневосточного картеля. Согласно, собственно, этой статистике, здесь тоже есть очевидный медвежий сигнал, потому что объемы добычи выросли на 336 тысяч баррелей в сутки. То есть плюс 1%. И это даже несмотря на те усилия, которые подпринимаются регионами, вхожими в этот картель, и даже другими производителями, направленными на разрешение проблемы с перенасыщением рынка. Еще одним фактором поддержки для короткой позиции является статистика вчерашняя по запасам нефти от американского института. Здесь статистика со знаком плюс, потому что мы и по запасам нефти увидели прирост на 2,75 миллиона, и по запасам бензина на 1,7. Прогнозы были на отрицательной территории. То есть статистика американского института повторила, собственно, то, что мы видели, ну практически повторила, от Министерства энергетики недели назад. И это те данные, которые предваряют уже официальные цифры. Сегодня в 17.30 выйдут обновленные данные. Обязательно тем, кто торгует нефтью, на них стоит обратить внимание, потому что не сомневаюсь, что запасы, скорее всего, снова вырастут. И если у нас будет возможность говорить о росте уже второй неделю подряд, значит, друзья, здесь попахивает серьезными проблемами на внутреннем рынке, проблемами с внутренним спросом, с крайне низкими значениями. А поэтому эта тенденция будет иметь все условия, чтобы продолжиться. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте, что также сегодня нам будет доступен доклад Международного энергетического агентства, которое оценивает глобальное предложение на всем рынке черного золота. Вот лично мне крайне интересно посмотреть за теми цифрами, которые мы увидим. Я не сомневаюсь, что там будет серьезный прирост, потому что обычно корреляция даже с администрацией энергетической информации очень высокая. И на фоне добычи, которая, очевидно, растет в Штатах, в Ливии, в Нигерии, в Ираке, я уверен, что этот отчет может стать взрывоопасным, собственно, для котировок нефти и поспособствовать тому, чтобы актив просел гораздо ниже текущих значений. А если еще и официальная статистика от Минэнерго не подведет, это уже, собственно, данные сегодня, которые мы получим в 17.30, тогда наша с вами цель в 45 долларов за баррель не просто замаячит, она будет реально достижима даже за такой короткий промежуток времени, как до окончания этой недели. То есть, друзья, нам есть чем сейчас торговать, есть чем спекулировать. Еще в качестве такого бонуса, подкину вам статистику по Китаю, по Поднебесной, сегодня на азиатской сессии был опубликован целый блок отчетов по роничным продажам, по промышленному производству и по криптоваложениям. В частности, по рознице и промышленному производству данные на те же самые значения, которые мы видели месяц назад. Роничная продажа 10,7%, промышленное производство 6,5%, а капиталовложения вот просели до 8,6%, против прошлого 8,9%. Цифры в целом для развивающегося региона, такого как Китай, который обычно активизовался двузначными значениями, довольно скромные. Но это только соответствует, опять же, моему прошлому прогнозу о том, что Китай находится вот в этом пике, пусть оно не такое выраженное и затяжное, как раньше, но это пике, который тянет экономику все глубже и глубже вниз. Соответственно, мы будем из квартала в квартала анализировать данные по экономическому росту и уверен, что данные будут все хуже и хуже. Если не знаете, как связать это с рынком нефти, здесь все просто, потому что Китай – это основной барометр бенчмарка спроса на сырьевые инструменты. Если мы видим проблемы там, значит, эти проблемы должны привести к более низким показателям спроса на уровне глобальной экономики. Поэтому, если бы была возможность подкинуть вам сейчас идею позитивную для нефти, я бы это сделал, потому что стараюсь все-таки быть непредвзятым, даже несмотря на то, что торгую через сел этим активом. Но, друзья, к счастью для меня, к сожалению для тех, кто покупает, таких факторов поддержки нет. И, соответственно, при таком раскладе я предлагаю действовать в рамках нисходящего тренда, ставить на еще большее ослабление и ставить на то, что впереди будет ценовое значение в поддержках в 45 долларов за барометр. Дальше идем. Рубль против доллара. 57 котировки на текущий момент. Собственно, ничего не меняется на российском валютном рынке. И я думаю, что так ситуация продлится недолго, поскольку рубль все-таки обязан среагировать на то, что происходит на рынке нефти. Может быть, нужен какой-то дополнительный пинок. Мы вчера попробовали определить и спрогнозировать то, что таким может быть сегодняшнее решение по ставке ФРС. Если это произойдет, то девальвация не заставит себя долго ждать, хотя вряд ли она будет резкой. Но все-таки рубль постепенно будет смещаться в район 58-59. И я думаю, что все-таки первые полгодия будет закрыто выше отметки 58. Надеюсь, что вы разделяете такой же прогноз и ставите на возможность большее ослабление рубля, нежели его укрепление. Европейская валюта вчера показала небольшое восстановление, но в целом по котировкам можно сказать, что уже которую сессию подряд евро держится в районе отметки 1.12 против доллара. Тоже нужен европейской валюте триггер. Но я думаю, что к несчастью для евро актива этим триггером будет пинок, который отправит евро вниз, поскольку европейская валюта вряд ли сможет при прочем фундаменте, который есть на национальном рынке, соперничать с решением ФРС по ставке. Потому что это более крутой фундамент, конечно же, он тут же приведет в движение трежериса американский, увеличит спред доходности между немецкими бумагами и американскими, и должен логично также привести к ослаблению рисковых активов. Это если говорить про тот логичный расчет и сценарий, которого мы придерживаемся, то есть сценарий, из-за которого американская валюта должна расти. И за счет вчерашнего дня индекс оценки текущих условий оказался лучше. Прошлого значения 88 с 85,9, а вот индекс настроения в деловых кругах просел до 18,6 с 26. Может быть, еще одним позитивным моментом для трейдеров европейской валюты выступил еще прогноз Министерства финансов Германии, в соответствии с которым ожидается улучшение и еще больший экономический рост национальной экономики, ну, ведущего локомотива Еврозоны. И основным бустом для этого индикатора выступят показатели экспорта. Но, друзья, даже при таком новостном фоне, при поддержке для евро, статистической внутренней, мы уже с вами давно пришли к выводу о том, что евро движется активно, растет не из-за этой статистики, а из-за тех причин, которые обвалили доллары. Поэтому, когда картина изменится, о статистике уже никто и не вспомнит. Я очень не хочу, чтобы вы сейчас попали в просаг и, соответственно, потеряли определенную часть своего депозита, неправильно оценив то, что происходит на рынке. Знаю то, что среди вас есть среднедлагосрочные трейдеры, поэтому мое напутствие вам, как и всегда, это сохранять короткие позиции. Если хочется рискнуть и попробовать заработать в краткосроке, то есть действия покупки до тех пор, пока мы не получим сигнал еще и со стороны рыночного сантиметра, нашего каймана, что евро нужно продавать и в краткосроке. Доллар японская иена. Но сейчас мы можем лишь только приготовиться еще раз к тому событию, которое впереди. Напоминаю то, что нас будут интересовать и прогнозы ФРС по поводу дальнейшего прогресса и изменений, которые могут произойти на рынке труда. Нас интересуют значения и взгляды американского регулятора на темпы роста инфляции, что будет происходить с главным показателем CPI. Нас интересует, конечно же, оценка остроты угла той траектории, по которой американский регулятор будет действовать в контексте повышения процентной ставки. Все это сегодня мы будем уже лицезреть. Здесь, соответственно, завтра я с особым удовольствием приглашаю вас всех также на брифинг, поскольку завтра мы будем проводить разбор полета, вот крайне насыщенного сегодняшнего дня. И уверен, нам точно будет о чем поговорить. Мой расчет сводится к тому, что ФРС будет снова оптимистичен в отношении состояния американской экономики и подтвердит то, что готов не сворачивать с пути нормализации денежно-кредитной политики. И, соответственно, придерживаться, опять же, прежним взглядом, в соответствии с которыми мы можем рассчитывать еще как минимум на два повышения процентной ставки, помимо того решения, которое будет принято вот сегодня вечером до конца этого года. Поэтому по доллару, еще раз повторяюсь, против иены я смотрю вверх и рассчитываю на то, что пара сможет сегодня набрать как минимум пару фигур собственной стоимости и в целом оказаться выше сопротивления 112 иен против доллара. Ну и, конечно же, британская валюта, на нее мы снова делаем большую ставку. Честно говоря, я полагаю, что фунт даже сейчас интереснее, чем доллар, потому что по фунту мы видим, как разворачиваются политические события в самой негативной фазе, в которой только могли развернуться. Это беспрецедентные события, связанные еще с тем, что и Елизавета II отложила факт своего выступления Королевского в Палате Лордов, поскольку по уверенному, что об этом мы попросили консерваторы и лично Тереза Мэй, до тех пор, пока партии консерваторов не удастся химировать коалиционного правительства, то есть, опять же, договориться с другими партиями, которые так же, как и консерваторы, не смогли получить простого большинства. И то, что сейчас фунт растет, это, возможно, отголоски, опять же, на то, что консерваторы смогли договориться, скорее всего, северо-ирландской партии. Но, друзья, еще не вечер, не стоит считать то, что все трудности позади, потому что это не так. Коалиционное правительство – это не единогласная победа отдельной лидирующей партии. Это все равно очень много взглядов, расходящихся впоследствии, это отсутствие поддержки, которая должна была, по идее, быть у Терезы Мэй. И я думаю, что это еще один сигнал того, что процесс переговоров по Брекзиту будет довольно жестким. И, соответственно, к нему мы готовимся уже на следующей неделе. Вы помните, что представитель, который министр по должности именно за тем, как будет осуществляться бракоразводный процесс Англии и Европейского Союза, Дэвис еще раз на прошлой неделе нам отметил то, что все будет в соответствии с прошлыми ожиданиями. Хронология событий не меняется, даты тоже не едут. 19 июня начнутся переговоры по Брекзиту, даже несмотря на то, что придется уже изменить ряд положений, поскольку консерваторы не смогли одержать той победы, на которую рассчитывали. Поэтому по фунту, как и раньше, сохраняем короткие позиции. Плюс еще идея, которая будет поддерживать возможную реализацию именно такого сценария, крайне слабая статистика по внутреннему рынку. Вчера вы помните данные по инфляции. Я думаю, что тем, кто интересовался этим отчетом, вы уже сами все прекрасно увидели, инфляция выросла снова. На текущий момент это уже максимальное значение с 2013 года 2,9% с 2,7% в годовом выражении, в месячном 0,3% с 0,2%. Соответственно, рост индекса потребительских цен – это то, что может оказать давление на динамику зарплат. Как я и отмечал, снижение зарплат – это предпосылка для падения потребительской активности и для потенциального, еще большего снижение экономического роста страны. Конечно же, что фунт вчера не отреагировал на эти данные. Но думаю, что с временным благом, задержкой, мы все-таки увидим логичную реакцию. На нее, друзья, нам и стоит рассчитывать. Цель, как и раньше, по британцу против доллара – это 1,25. Даже несмотря на восстановление вчерашнего дня и то ралли, которое продолжается сегодня, не советую отказываться от того, что фунт остается в числе аутсайдеров. Доллар канадец. Еще я также обращал ваше внимание, что эту валютную пару стоит покупать. За последние несколько дней мы видим, как пара серьезно обвалилась на текущий момент котировки. Это уже соответствующий минимум за последние 2-2,5 месяца. И самое интересное, что причина, которая привела к резкому укреплению канадца – это выступление заместителя управляющего Банка Канады Полоса Каролины Вилкинс, которая отметила, что не стоит рассчитывать на сохранение прежних стимулирующих метров, а стоит готовиться к повышению процентной ставки. Вот лично мне было довольно странно видеть такую реакцию рынка на комментарии заместителя управляющего Полоса, в то время как на комментарии самого Полоса рынок практически никак не отреагировал. Здесь уже вопросы к авторитету мнений. Я думаю, что не все так безоблачно, опять же, для канадской экономики, которая вынуждена будет реагировать также и на снижение цен на нефть. Уже отметил то, что мы сохраняем свой медвежий прогноз. Соответственно, дальнейшая просадка нефти все-таки выведет и канадца на чистую воду и отвадит тех трейдеров, которые спекулируют в последние дни на ожиданиях того, что Банк Канады пойдет на повышение процентной статки и заставит смириться с тем, что сейчас нужно реагировать на реальность, происходящую на рынке. А реальность – это обвал котировок черного золота, имеющий очень большое значение для экспортно ориентированной страны, такой как Канада. Собственно, друзья, на этом давайте заканчивать тогда. По основным событиям вроде бы как пробежались. Сказал то, что мы ждем сегодня из важных событий. Еще раз добавлю, что в 11.30 первый релиз – это статистика по рынку труда Англии. Это те отчеты, которые, по идее, должны были бы повлиять на фунт, но если фунт уж проигнорировал данные по инфляции вчерашней, то, скорее всего, и текущую статистику тоже пропустят мимо ушей и будет всецело, опять же, торговаться в зависимости от изменений настроений, формирующихся сейчас политическими ожиданиями. А здесь один сплошной негатив. Поэтому я еще раз повторяю, лучше сохранять короткие позиции. В 15.30 выйдут данные по инфляции в США ироничным продажам. Это, опять же, важный релиз. Наверное, он повлияет в какой-то мере на решение американского регулятора по ставке, хотя мы уже давно смирились с тем фактом, что ставка будет повышена, даже если отчеты в предстоящие дни и сегодня покажут очень резкое снижение по сравнению с индикаторами прошлых месяцев. Я не сомневаюсь в том, что вероятность нормализации денежно-кредитной политики уже даже не вероятность, а стопроцентное решение. Поэтому ждем, что сегодня ставку поднимут на 25 базисных пунктов. В 17.30 еще запасы нефти, друзья. Ждем очередного прироста, ну, если уж не запасов нефти, то бензина. Ждем увеличения нефтедобычи, ждем давления на котировки черного золота. И в 21.00 ставка ФРС, спустя 30 минут после этого послушаем, что о будущем монетарной политике думает Джанет Геннин, которая возглавляет этот регулятор. Друзья, если есть вопросы, как и всегда, форума, маркетинг и канал на YouTube к вашим услугам, оставляйте комментарии там. Я по возможности, по необходимости, конечно же, буду присоединяться к беседе и поддерживать, собственно, то обсуждение, которое там в последнее время очень часто идет, и подавать рекомендации, ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Остается только пожелать вам удачи, прибыльной торговой сессии, и, как и всегда, контролируйте риски. Это основное правило для торговли на всех видах и секторах финансовых рынков, не только рынка Форекс. Надеюсь, что вы помните про него всегда, даже тогда, когда вы уверены, что рынок должен повести себя именно так, как хочется вам, а не иначе. Всего доброго! До свидания!